Это будет острая достаточная передача у нас получилась. И многим производителям это не будет нравиться. Но я не конфетка сладкая, даже сладкая конфетка не каждому нравится. Что в России? В России могут. То есть мы можем. То есть это главное. Не хотим, это да. Но можем. Они отдают в лабораторию, это кажется высушенная свиная шкура перемолотая. Это прислали вместо индейки, но написано индейка. И тогда даже собственник торговой марки не будет знать, что его корм рассыпан в мешки другого бренда. В 95% случаев корм для щенков не является кормом для щенков. Вот поэтому многие заводы, когда грянул кризис, избавлялись от торговых марок, которые делали 5, 10, 15, даже 20 тонн в месяц. Страдают собаки. Они кушают самый дешевый корм, а люди, которые участвуют в коррупционных сделках, просто получают большие суммы денег на миллион. Валерий, приветствую вас. Друзья, сегодня с нами на интервью генеральный директор и владелец, или какими еще можно регалиями назвать, торгового дома Кунак. Не так давно у меня на канале вышел обзор на этот корм. Друзья, ссылочка, если что, на него будет в описании к этому ролику. Валерий, расскажите, пожалуйста, откуда у вас появилась идея заниматься кормом? Мне всегда очень интересно, как люди просыпаются и утром хочу заниматься кормом. Откуда вот эта идея? Как вы к этому пришли? Приветствую подписчиков твоего канала, в первую очередь. Сразу хочу сделать одну ремарку. У нас генеральный директор супруга у меня. Вот так вот. А я как отец-основатель, идейный вдохновитель. Вот, идейный, значит, вот прямо так в титрах и подпишу должность. Идейный вдохновитель. Все, отлично. Когда-то занимался бизнесом разным. Было время, очень долгие годы. Потом был спад, потом был кризис, потом было несколько банкротств. Был как и успех, так и неудачи. Ну, у нас у всех бывает так. И было время, когда я начал заниматься собаками, ушел от бизнеса и никогда не думал, что я вернусь обратно в бизнес. Вот так вот. Просто у нас было достаточно уже известно на тот момент питомник. Вот мы к питомнику с вами подойдем еще. И в этом питомнике была одна собака. Наверное, у многих заводчиков, которые занимаются именно разведением, кто-то с чего-то начинал. А всегда есть какая-то собака, которая ближе к душе, по душе, к сердцу. И собака, которая оставляет самый значимый след в твоей жизни, вот такой собакой был у нас Кунак. Он рано ушел из жизни. Это был, в самом деле, я считаю, и не только я, но и люди, которые его знают. А его знает достаточно большое количество людей, потому что он был чемпионом в РКФ по красоте. Он был чемпионом по тесным испытаниям Волкодава. Он такой гармоничный был, красивый, сильный. И когда он ушел из жизни, конечно, для меня это была большая трагедия, потому что вот сейчас я уже ни одну собаку близко так в душу себе не запускаю, потому что это очень большой стресс. Особенно если ты занимаешься разведением профессиональным, тебе нельзя настолько близко в душу запускать собаку, потому что у собаки век короткий. И когда он ушел из жизни, ну, во-первых, я всегда в новых щенках искал второго Кунака. Это не я один этим болею. Всегда мы хотим, вглядываемся, смотрим на щенка, и вдруг это тот, что у тебя уже когда-то был. Один мудрый человек, очень знаменитый заводчик, сказал, не ищи второго Кунака, ты его не найдешь. Может быть, даже будут лучше у тебя собаки, но второй такой не будет. Через это прошли очень многие. И один мой знакомый, однажды мы сидели, разговорились, он же говорит, ты же занимался бизнесом, у тебя опыт. Почему тебе снова не заняться? Я говорю, ну, сейчас с собаками привязан, потому что обычно я понимал, что бизнес – это разъездная работа. У меня был бизнес, когда нужно было ездить по городам, развивать. Когда уже собаки, ты уже привязан к дому, сильно не по разъезду. И нужен был такой вид бизнеса, который бы был… Я ему сказал, если бы я занимался бизнесом сейчас или что-то начинал, я бы начал что-то близко к кинологии, чтобы это было мне ближе. И как раз на тот момент мне стало Кунака, и я подумал, а почему бы нет, мне не начать делать корм для собак хорошего качества. Я еще тогда не разбирался совершенно, никакие есть заводы, ничего вообще не разбирался. Просто мне хотелось сделать в честь своего друга что-то такое, чтобы его увековечить, будем так говорить, да? Пускай это пафосно там звучит, но во всяком случае, чтобы осталась память о нем, да? Чтобы его фотография была где-то там во множественном числе, потому что благодаря этой собаке наш питомник стал очень известный, именно благодаря одной собаке. Бывает так, случается в жизни. И мне хотелось, чтобы эту память как бы оставить и о нем. И вот с этого момента, ну, это послужило как бы причиной, почему я решил остановиться, именно мой выбор пал на корме. И понятно, что не было вопросов, как корм назвать. Сначала он был непривычный для людей, но, наверное, как и любое название, когда впервые появляется на рынке. Ну вот, да, на самом деле много вызывает вопросов именно вот название, да? Это переводится как гость, званый гость на Кавказе, в Средней Азии. Это очень такое почетное, да, почетное имя. Вот. И как мы начинали? Я начал изучать заводы. Где их начал изучать? По интернету, да? Какие заводы у нас есть, да? И выбор наш пал как раз на завод Лимкорм, потому что и он рядом находился. Это Белгородская область, там совсем недалеко. И я знал, что они выпускают корм. На тот момент это было приличное качество. Они выпускали свой бренд Sirius. И они выпускали еще... СТМ на тот момент уже известный, это Carmi. Вот два бренда, которые там выпускались. И в первую очередь мы... Да, сразу уточню. Какой это был год? Вот период, чтобы было примерно понимание. Это было ровно пять лет назад. Мы сейчас снимаем передачу эту. Пятилетие у нас. Начало сентября будет пятилетие. Как вышла первая партия. И первая партия как раз Лимкорм. Первая партия именно Лимкорм. Уже сейчас, по прошествии времени, имея опыт, знания о технологиях, о заводах и все прочее. Я скажу, что мы пошли таким путем. Мы имели финансовую тогда возможность. Мы сделали красивые мешки полноцветные. Я потом вернулся еще к этому моменту. А сейчас я категорически противник. Я хотел сказать, почему были полноцветные и вдруг у нас теперь такие белые с обычной... Да, причем не просто белые, они хорошие белые. Ну да. Значит, мы заключили контракт с Монди. Тогда это нидерландская компания, чьи пилиалы находятся в России. В Екатеринбурге делают... Сделали полноцветные пленку, все. Мы именно делали пленку, не пакеты, потому что на Алимкорме оборудование стояло именно под пленку. Ну, там рулоны, да. Да, рулоны. И была очень необычная встреча с собственником завода. Первое условие, которое я озвучил, нам нужен корм. Я же приехал, ничего в этом не разбираюсь, ничего не понимаю. Я очень открыто приехал. Я сразу сказал, ребятам, вот я ничего в этом не понимаю. Просто мне хочется сделать в честь знаменитой такой собаки, известной, хочется сделать корм очень-очень хороший, который был бы лучше. Это было наивно с моей стороны. Я приехал к собственникам, да, у них своя торговая марка, и кто-то приезжает и просит сделать корм лучше, чем они выпускают, да. И на тот момент я озвучу цену. Мы еще поговорим о том, в общем, что очень неправды много на российском рынке. В кормовом бизнесе. На тот момент я могу озвучить цены. Тут ни для кого не секрет. Это было еще пять лет назад, да, кризисные. Чтобы сравнить, да. На тот момент корме килограмм в среднем стоил 80 рублей. Заводская цена. Сириус на тот момент стоил 85-90 рублей. Корм кунак уже выше 100 был. 102-104 рубля. То есть он был выше по себестоимости и лучше по качеству. Почему лучше по качеству? Потому что это обоснованно. То есть у меня есть аргументы. Многие же собаководы, в основном не многие, а все практически, они перепробовали очень много кормов. И они имели с чем сравнить. А для меня самый важный показатель был, как мне менеджеры Slim Corm рассказывали, что как только произошел запуск, и мы начали развивать, им пошел шквал звонков. Люди, которые попробовали, естественно, они думали, что это, они не сильно разбирались, думали, что это выпустил еще одну торговую марку, и они просили именно кунак. Понятно, их тоже как бы это задевало, я понимаю, внутри, что не по Сириусу вам звонят, не по Карми. Но Карми знали, что это с СТМ. А именно по кунаку звонят и спрашивают. Они всех отсылают, приходилось к нам. И мы сразу же получили печальный опыт. Очень негативный Slim Corm. Очень страшный опыт. Значит, нам сделали 10 тонн, первую партию. И сразу хочу сказать, что два с половиной года мы делали только одну позицию. У нас были пакеты под 100 тонн. И мы не делали большой какой-то рекламы. Я позвонил друзьям, заводчики, которые нас знают. Такие личные контакты, потом начинает работать сарафанное радио. Самое важное для меня был показатель, что люди, которые уже попробовали, они возвращались за этим кормом. Купили и возвращаются. Потому что очень многие же купили, если что-то не понравилось, они не возвращаются. Они еще другой, да? Ну, конечно, да. И для нас был сумасшедший удар. Удар, который нанес нам именно завод Lengor. Три месяца было настолько хорошо, что не имея никого, помощников, ни менеджеров, никого, мы сделали оборот в 10 тонн в 3 месяца. То есть мы умудрились как-то за 3 месяца продать с нуля, без всякой рекламы такой большой, 10 тонн. Это был хороший показатель, да? И мы получаем вторую партию. И приходит вторая партия, и у нас мы нанимали грузчиков. Тогда не было складов, тогда там не нужно было. Рядом с питомником был гараж. В этот гараж мы грузили. Он вывязывал ровно 10 тонн. Разгружали вручную. И когда носят грузчики, которых мы нанимали в мешки, шлейф идет с запаха хлеба, обычного хлеба. Я супруге говорю, Свет, понюхай что-то нездоровое. Ну, чистый хлеб. Мы раскрыли мешок, запах хлеба. И у нас начали, когда покупать те уже, кто покупал, они на все звонят и говорят, ребята, вы что вообще? Такой хороший корм у нас, собаки не едят у нас, собаки... Вот что нам вообще... Мы не знали, как сквозь землю провалиться вообще. Это же наши знакомые были. Это наши друзья, близкие, с кем мы общались, кто нам доверял. Мы звоним на завод, они стали в позу часть мундира защищать. Я говорю, ребят, у вас на 100 тонн пленки моей, я вам завез. Я говорю, почему вообще такую гадость нам сделали? И за три месяца, я посчитал, у нас было уже стабильно, тех, кто по два раза и по три покупал, где-то 60-70 покупателей. У нас никого не осталось. Вот просто ни одного покупателя. Валерий, вы же, наверное, с этим вопросом разбирались. Хочу такие уточнения. Это было преднамеренно, либо это была случайно такая ошибка. Вы как-то разбирались с этим вопросом? Мы поехали на переговоры. Сначала по телефону, я не мог выдержать, я человек эмоциональный, он там начал в трубку кричать. Мы добились встречи с собственником, там коммерческий директор, технолога приглашали. Мы сели за круглый стол, мы озвучили это. И сам собственник уже знал об этой проблеме, ему рассказали. И ему сказали правду, те, кто делал, что чего-то не положили, чего-то не было, чего-то заменили. И была произнесена фраза, что меня его просто убило. Мы сделаем вам скидку, ну как бы она нормально, да, вот на скидку. Я говорю, послушайте, вы скидку мне сделаете на следующую партию, а как я вернул 60-70 клиентов, которые ушли? Как я им объясню опять, что идите, возьмите у нас заново, если они уже обожглись? Я говорю, вы нам палки в колеса так вставили при старте. То есть мы только начали стартовать, и вот такой получился негатив. Извините, а 10 тонн мы куда денем? Они не собирали забирать его, брат? Забегая вперед, скажу, когда мы раскидали эти 10 тонн, объясняя людям, выйдя на полную себестоимость, то есть без всякой прибыли, без ничего, лишь бы объяснив, да, что его можно кушать, но только мясо еще чуть давать, да, потому что он не полнорационный, то, что мы... Мы объясняли честно людям свою проблему эту, и когда мы заказали, а пленки-то на 100 тонн, и когда мы заказали следующую партию, то есть уже третью, они нам пообещали, что будет хороший корм, что они там разберутся, что якобы выговоры получили там на заводе, как собственник сказал, да, Сергей, что они там разберутся, и нам сделали скидку, 5% с партией, ну, это издевательство, мы потеряли всю клиентскую базу, они нам сделали 5%, то есть, я посмотрел, так вопрос о том, что мы с тобой разговаривали, да, почему мы ушли с корма, я не понимал вообще, что они хотят, я понимал, что мы хотим, и когда мы работаем, как я в представлении, я в бизнес, если я где-то размещаю свой заказ, а под меня делали бытовую химию, косметистику лечебную, многие заводы, с кем я работал, зубную пасту там ВИТО делал в Санкт-Петербурге, да, завод, то есть, это тоже было контрактное производство, я размещал, как собственник торговой марки, и я прекрасно понимал, что мы же можем конкурировать с самим заводом, то есть, выпуская корм лучше, мы становимся конкурентами, почему я всегда с опаской смотрю на те предприятия, которые и обслуживают СТМ, и еще раскручивают собственную торговую марку, меня очень сильно напрягает, потому что у меня был с косметистикой, лечебной биографией, который выпускал завод Техком, у меня был такой печальный опыт, они начали делать для нас, у них не продавалось, у нас продавалось, и они начали нам делать лажу, по-русски говоря, это было давно, уже много-много лет назад. В связи с этим, как раз и был вопрос, я его сейчас задам, имея вот такой уже, некоторый печальный опыт, да, размещая СТМ, почему вы не озадачились тем, чтобы сделать свой завод? Мы озадачились этим, мы озадачились, ну, хочу вернуться еще, так как у нас оставалось, понятно, уменьшались объем пленки, мы вынуждены, привязаны были, потому что мы хотели уйти на другой завод, а другие заводы работали с пакетами, у них не было вот этих упаковочных, да, запайки, пленки, работы с пленкой, поэтому мы на какое-то время были привязаны. Еще хочу сказать, непонятное, вот я начал, не договорил, мне совсем стало непонятно, мы находим операторов, очень дорогостоящих, которые снимают ролики для телевидения, ну, рекламные такие, и я так понимал, вот по логике вещей, по логике бизнеса, что завод, который работает с тобой, он твой партнер, он заинтересован, лишней рекламы не бывает, то есть в хорошей рекламе своего производства, и есть ролик в ютубе, то есть он в открытом доступе, завод Лимкорм, показано, красиво показано станки, там экструдер, лаборатория научная, все это красиво сделано, он в открытом доступе, мы могли бы взять, мы имеем полное право, потому что он в открытом доступе, это наш партнер, конечно, я обращаюсь на завод, говорю, слушайте, мы платим почти 100 тысяч за полторы минуты ролика, 100 тысяч, нанимаем супер профессионалов, и мы хотим показать буквально, там несколько секунд, производство ваше, настоящее, мы могли бы взять вообще любой завод левый, ты никогда не определишь, стоят там, но мы хотели поступить честно, и нам коммерческий директор Константин говорит, нет, мы приняли решение не давать вам оригинал, исходники, вот, я не мог понять, а это произошло именно после того, когда мы приехали с этой конфликтной ситуации, то есть они здесь нам палки в колеса вставляли, там нам палки в колеса вставляли, мы все равно сняли, мы сняли вопреки им, мы взяли с интернета, да, он более худшего качества, этот ролик есть, в ютубе он у нас, да, мы все равно это сняли, то есть понимаешь, такого не должно быть в бизнесе, это ненормальные партнерские отношения совершенно, потому что друг к другу должны быть заинтересованы, завод производящий корм, он говорит, для кого он его делает, в то же время идет реклама бренда, и собственник торговой марки говорит, где он размещает свой заказ, идет реклама производства, то есть это игра выиграл-выиграл, в бизнесе по-другому нельзя, в бизнесе кто пробует играть в игру, выиграл-проиграл, не выигрывают. Согласен, тем более на самом деле вот этот золбинс, он достаточно емкий, и все друг друга плюс-минус знают. И вот здесь вот хотел сделать сразу же некоторый анонс, что огромное спасибо Валерию, он договорился с одним из заводов, на котором он производит свой корм, завод Кормком, и мы вот, для вас это будет через две недели, для меня это будет завтра, мы съездим и снимем большой обзор на этот завод. Это как раз-таки вот момент тот, что я многим производителям всегда говорю, друзья, будьте открыты, и это важно не только там для вас, но и для ваших партнеров, и для ваших, соответственно, конечных потребителей, потому что, ну, зрители моего канала с удовольствием смотрят такие обзоры, и уровень доверия к марке, к бренду, и самому заводу, конечно же, повышается. Я считаю, что вот, ну, тренд, давайте так, пытаясь этот тренд ввести все в эту зооиндустрию, тренд открытости, но 23-й год, мне кажется, должен быть вот уже точно, потому что все больше и больше заводов, да, показывают, приглашают, и большое спасибо еще раз за вот такую возможность, то, что мы это покажем нашим зрителям. По лимкорму, да, ситуация на самом деле такая интересная, но в данном случае мы слышим мнение только Валерия, поэтому сразу же делать такую отсылку, что... По поводу зообода. Да. Когда мы закончили работать с лимкормом, уже заканчивали, мы знали, что у нас там осталось там 20-30 тонн, мы знали, что это скоро закончится, со своим знакомым мы начали думать о том, чтобы ввести с Китая, потому что это китайские линии, на тот момент небольшая линия стоила в районе 12 миллионов, небольшая, плюс допы, плюс запуск, плюс сырье, где-то примерно 16-17 миллионов это все обходилось. Минимально, да. Это было 3 года назад, но... И мы начали встречаться с технологами. Кстати, так получилось, что мы знаем технологию изготовления краснодарских кормов, потому что один из технологов, он липчанин, он ушел по принципиальным соображениям с одного очень известного завода, он липчанин, мы встречались в ресторане, общались по поводу рыбы. Это не так просто. Если кто-то думал, что это так просто, потому что многие заводы открылись и закрылись, нужен хороший технолог, их на пальцах пересчитать. Это вот, я всегда говорю, друзья, вот я в России лично знаю вот 5 хороших технологов. С тремя из них я дружу. Один так вообще, вот давайте вот так вот, один так вообще просто очень хороший, очень друг и хороший технолог. И я сюда его всем, кстати, рекомендую. Ты будешь завтра снимать завод Кормком, я могу только сказать, почему пал выбор. Это очень принципиально, потому что, когда мы зашли на меликомбинат, мы отказались идее от идеи вообще создавать свое производство, потому что это очень трудоемкий процесс и он очень долго окупается. И это нужен человек, который не просто технолог, а человек, который знает все железяки, будем грубо говорить, как их собрать, как их на все руки. Таких тоже единицы. Почему Игорь? Игорь поднимал Лимкорм, он работал. Давайте расшифруем, кто такой Игорь. Игорь Лимонов это совладелец завода Кормком. Значит, он поднимал несколько заводов, сейчас не буду говорить, он работал и фаворит, поднимал, когда вообще ничего не было, он потом ушел, потом на Лимкорм, потом поднимал мелкомбинат, когда мелкомбинат, все знают, что было, достаточно тяжелая ситуация, одно время, пока не появились инвесторы. Он это все прошел с нуля, он всю железяку это все знает, всю технологию он все знает. И когда мы пришли на Лимкорм, и на тот момент он был коммерческий директор, и как раз Чайкова Наталья, которая перешла с Марса, она была технологом главным, нам повезло, потому что мы буквально нам разработали технологии, рецептуры, и Наталья ушла, и Лимонов ушел. Но я помню его отношения. Если что-то не так, он жил на производстве, как и сейчас живет, он приезжает в 6-7 утра и в 12 ночи почти уезжает. То есть, я не видел человека с такой отдачей. То есть, это не человек, что пришел в бизнес, там, коммерсант заработать денег. Он живет этим. Что-то сделать лучше, что-то поэкспериментировать. И когда что-то не так, он старается вопросы решить, и он решает. Потому что есть люди, которые относятся чисто формально. А особенно, если это большой завод и очень много, большой объем, то тебе маленько мог, который делает там 20-30-40 тонн в месяц, ты совсем малюсенький по сравнению с ним. На тебя мало в нем обращают внимания. Если у тебя какие-то претензии, мало кто будет разбираться. То есть, он, несмотря на то, что мы только зашли на завод и делали еще небольшой объем, и были такие моменты, когда что-то нас не устраивало, он сразу оперативно этот вопрос решал. Это получается и на Лимкорме, и на следующих, и в том числе на Кормком, на котором сейчас вы изготавливаетесь. Да, мы уж полгода у нас почти был перерыв. Закончилась пленка. Я начал искать заводы. Я почему сказал, что очень много неправды на этом рынке. Я, естественно, статистических соображений не буду конкретизировать, но я могу сказать, в течение шести месяцев я мониторил весь рынок. И я не просто мониторил, мониторили мои собаки, а собак было много. Значит, все заводы, которые выпускают Корма, я скажу, без исключения, на тот момент, на сто процентов, присылали нам на пробу Корма. Потому что они знали, что, да, маленький бренд был, что они хотят. На тот момент спрашивали, какой вы можете сделать объем. Мы говорили, мы совсем еще маленький, там 20 тонн в месяц на тот момент. И они готовы были с нами сотрудничать. Они не были перегружены, как вот произошло в прошлом году, когда вот, да, с марта месяца. Они готовы были рассматривать любые предложения, готовы были пойти на встречу, и они присылали нам Корма. Кто присылал 100 килограмм, кто 50, кто 20, по возможности. И мы тестировали на собаках. Так как я занимаюсь большими, а у нас был питомник единственной в России, все мастифы были собраны, все, это такое, не было больше питомника в России. Супруга имеет большое поголовье маленьких собачек, маленьких. И мы тестировали, что на маленьких, что на больших. Я был разочарован. Я был разочарован. Когда вот сейчас я слышу некоторые комментарии, вот даже под твоим видео, ну что там могут российские производители сделать. Вот три года назад, еще до момента вот этого экономического кризиса, я мог бы так же сказать. Я сидел опустошенный, я вообще не понимал, с кем мне работать. У нас было желание. Наши клиенты знали, что мы будем восстанавливаться, что этот корм закончился, и мы ищем сейчас. И они временно переходили на другие бренды, и они ждали. И час, и спрашивали постоянно, ну что вы будете? Вы будете свой завод открывать, или вы будете кого-то где-то размещать рецептуры свои. Что вы будете делать? Я говорю, мы в процессе поиска. Я не мог им сказать, что это вообще просто одно разочарование. Красивая обертка, берешь корм, блестит все. И мы потом, я остановлюсь по поводу вот этих оберток, и вот этих, да, все-все светится, лакированное, с золотыми буквами написано. Думаю, ну сейчас вау, такое. Приходят собаки, то по носу золотуха, то чешут, то сыплются. И был какой-то момент такое разочарование, что и свой, и савод не хочется создавать, потому что понимаешь, что ты его не потянешь. И размещаться негде, потому что потеряешь репутацию. И случайно мне попался корм, случайно, он вот именно случайно, с одним названием, оно было сделано под служебных собак, этот корм, в небольшом ассортименте. И он мне попался, простая упаковка, попался мешок 15 килограмм. Мы дали попробовать своим собакам, и я увидел качество. Ну как ты, вот я тоже пробовал. Попробовал, я увидел качество. Потом я узнаю, что это сделано под 1 СТМ, специально небольшой партию для служебных собак. Кто этот корм сделал? Сделал им корм. Ой, мелькомбинат. Мелькомбинат. И мы поехали на мелькомбинат. Вот как раз мы приехали на мелькомбинат и встретили технолог. И как раз вот этот корм для служебных собак разработала Наташа Чайкова, которая туда пришла работать. С Марса она была долгие годы главным технологом. И она вот это разработала. Я говорю, нам нужно вот такой, только лучше. Это была моя коронка. Я говорю, какие бренды вы делаете? Они на тот момент десятки брендов делали. Это такой достаточно большой завод. И я так же, как когда-то, как в 2018 году, наиз наивный мальчик, но тогда я уже был уже не наивный, тогда я уже... Немножко уже повзрослел. Повзрослел. Я так же, с таким же приехал вопросом. Мне сделайте лучше того, что вы делаете для всех. Почему я сегодня улыбаюсь, и почему я иногда просто нервничаю, когда начинают говорить, что вот в России ничего не может. Могут. Мы к этому еще вернемся. Могут. И могут. У нас есть такие рецептуры, такого уровня корма, особенно холистики. Ни американцы, ни канадцы рядом не стояли. Вот отвечаю за свои слова. Рядом не стояли. Только цена адекватная, в отличие от них. И у нас в России тот, кто хочет и платит деньги, ты можешь получить. Другое дело, что заводы, сейчас очень важный момент, скажу, они не получают таких заявок. Они не получают. Я не знаю, расскажут ли вам другие производители, расскажут ли Игорь Лимонов или там еще с кем-то будете общаться. Может быть, дай бог, снимите у Володи Дурова завод Green Dog. Это как раз один из заводов, где так же делается. Вам расскажут, что звонят бренды, просто потребитель об этом не знает. Это я говорю. Вот сейчас просто из этических соображений я не могу назвать, но приходят бренды, которые позиционируют себя супер премиум класс и просят на заводе сделать корм 70 рублей килограмм. 70. Друзья, вот давайте сразу вот такую некоторую отсылочку. Примерно вы как заказчик знаете плюс-минус цены. Все. все знают. Вот эконом примерно за какую цену делает непосредственно про... Сейчас скажу, я скажу, вообще по всему рынку расскажу, потому что я знаю практически большинство, не скажу все, потому что там завод в Калмыкии, там открылся в Астрахани, ну, открывались многие новые, но в основном я знаю. Значит, эконом-класс сегодня можно заказать на заводе в районе 70-100 рублей. Эконом. Эконом. Мы будем так говорить, я бы даже более уточню градацию, потому что я сам для себя ставлю плюсик. Вот есть эконом, чтобы всем было понятно, нету градации в кормах. Есть либо полнорационный корм, либо нет, но так как у нас менталитеты, мы привыкли мыслить этими категориями, то мы разбиваем на премиум, супер премиум, холистик. Давайте еще его разобьем, вот еще чуть-чуть добавим. Значит, эконом-класс это до 100 рублей килограмм. Эконом. Я бы назвал эконом-плюс, это между... Экономом у нас еще называют премиум. Чтобы красиво звучало, эконом называют премиум. Потому что я знаю, что большинство брендов, которые делают эконом, они не пишут эконом, потому что это как бы режет им слух и режет слух и глаз покупателям. Поэтому премиум, который вы покупаете, это эконом. Значит, следующее. Эконом-плюс, будем так говорить. То есть премиум-плюс между премиум-супер-премиум. Это сегмент рынка ценовой, примерно от 100 рублей до 120, до 125. В закупке на производстве. В закупке на производстве килограмма. Супер-премиум. Ни один завод вам не сделают. Настоящий супер-премиум. Меньше 130-150 рублей. 130-150 рублей за килограмм можно вложиться в супер-премиум. То, что мы считаем полнорационный корм. Холистик. Ну, давай так. Я, может, разочарую, и не знаю, разочаровать наших зрителей, не разочаровать. Когда говорят холистик, я уже, как собственник торговой марки, работая с тремя заводами, и знаю большинство цен, то есть, да, никто же не скрывает. Если вы позвоните, не надо вот меня слушать. Просто можно позвонить и спросить на заводе. Я хочу открыть собственную торговую марку. В каком сегменте вы можете предложить мне? Мне надо супер-премиум, мне надо эконом. Вам скажут цены. Ни кто не скрывает завод. Да, это, друзья, да, информация открытая. Открытая. И я иногда периодически тоже какие-то такие вещи вам случайно выбалтываю, а тогда можно спокойно позвонить на завод, и вам, в принципе, скажут, уже даже, давайте так скажу, готовую рецептуру дадут, готовые цены, со словами, вы покупаете там 10 тысяч тонн, ну, 10 тонн это будет такая, 100 тонн такая-то, и так далее, и тому подобное. То есть, да, тут на самом деле большой секрет Валерия не рассказывает, он просто его чуть открывает. Да. Значит, хороший супер-премиум, супер-премиум плюс. У нас есть несколько позиций, которые я не знал, как назвать. Вроде как сам производитель, завод, говорит, это не холистик, но качество холистика. Ну, давай что-нибудь такое промежуточное. Вот я искал, что такое промежуточное. Я назвал несколько позиций, супер-премиум плюс. У нас есть две таких позиции. То есть, это цена корма, варьируется в районе 170-185 за килограмм. Это все равно супер-премиум. Когда я вижу российские бренды под названием холистик, я не знаю, мне плакать или мне смеяться. То есть, или плакать ты будешь, или смеяться, это одна и та же будет реакция. Плакать от того, что ты знаешь, и смеяться от того, что ты тоже знаешь. Холистик от 200 и выше. Я не знаю, мы с тобой об этом проговаривали до передачи. Я эмоционально, возможно, сказал. Но ты говоришь, с тобой могут кто-то поспорить, может даже кто-то захочет поспорить. Я могу поспорить. Что я покажу накладную, вернее, счет, выставленный заводом, где у меня самая высокая цена на килограмм. Самая высокая в России. Холистик. И я же понимаю, по цене, которая продает. Еще обратная сторона медали. Есть еще такие бренды, есть, их немало становится сейчас, когда они берут эконом-класс, продают как супер-премиум. Их навалом. Мало кто, мы с два с половиной года не думали о бизнесе. Мы в ноль почти работали. Нам нужно было процента отдать, мы привлекали инвестора. Мы работали из-за того, что, наверное, из тщеславия, из того, чтобы увековечить свою любимую собаку. Мы тогда на прибыль не смотрели, потому что ее практически не было. Да, мы максимум, что, вышли в ноль кормить своих собак. То есть, ну, прибыли там не было, потому что, я еще раз говорю, мы большой процент отдавали за привлечение инвестиций. Только три года назад, когда мы уже пришли на мелькомбинат, мы рассматривали его как бизнес. То есть, мы первые два с половиной года не рассматривали его как бизнес. Поэтому, я прекрасно знаю, что многие продают, им не жалко собак. мне важна репутация. Мне важно, многие, кто меня знают, они знают, что у меня куча врагов и недоброжелатель, потому что я вываливаю правду матку так и говорю открытым текстом. Это многим не нравится. И сегодня не будет нравиться. Это будет остро, достаточно передач у нас получил. И многим производителям это не будет нравиться. Но я не конфетка сладкая, даже сладкая конфетка не каждому нравится. Согласен. Я говорю вещи, и ты прекрасно понимаешь, что я правильно говорю. И ты знаешь. И цену того, цену килограмма, все ты знаешь. Поэтому, то, что происходит на российском рынке, сейчас единственное, кто может ситуацию спасти, это Россельхознадзор с проверкой вот этих рецептур, которые продаются. Вот честно говоря, друзья, согласен, что Россельхознадзор молодец. Для кого-то молодец, для кого-то не очень молодец. он хорошо занялся импортными кормами. И я всегда, когда вижу вот эти ограничения на импорт, если я хочу сказать, может быть, пора уже и наше отечественное. Но потому что, опять же, я очень много знаю вещей, которые происходят на рынке. Знаю, кто пришел конкретно зарабатывать и зарабатывает. И при этом все-таки хаос-то присутствует. Давайте так красиво назову хаос. Некоторые вот... Когда говорят про импортозамещение? Да. Когда говорят про импортозамещение? Что в России? В России могут. То есть мы можем. Можем. То есть это главное. Не хотим, это да. Но можем. Но можем. А когда, как зомби, люди идут и смотрят импортные названия, а у нас же еще наши российские любят еще импортным названием назваться. Русских слов уже нету, да? Бук нету. Кириллицы там, латиницы. Только в латинице осталось. То есть для того, чтобы как-то там вот каким-то вот пахло импортным духом. Послушайте, но вы берете импортный корм, самый распялин, зайдите в магазин и возьмите. Вы что, читать не умеете? Вот российский корм они сразу читают. Что первое стоит, что второе стоит. А вы берете импортный дорогой корм. Вы не видите, что там первое место? Пшеница, кукуруза, злаковых больше, чем мясо. Этого не видите, зато вы видите красивую обертку и раскрученный бренд, который миллионы долларов всунул в российский рынок за 20-30 лет. И вам мозги заполоскал. Вот сегодня есть несколько брендов, несколько всего. Я тоже их не могу назвать, которые делают очень качественные корма. Мы говорим про импортные. По-российским. Которые делают качественные корма. Я знаю, они платят цену. Они не раскручены еще, малоизвестные. Но у них тоже тщеславные, амбициозные такие желания, как у владельца грендога, у Володи Дурова, который, когда мы с ним встретились, я вы знаете, сумасшедшие люди появляются в кризисные времена. Сумасшедшие. Я говорю, Володя, ты, вот я его называю москвич в седьмом поколении, очень хороший человек, классный. Я говорю, вот все уходят в эконом, когда кризис грянул. Даже люди, которые долгие годы раскручивали бренды, известные, закрывают линейку премиальную, ну я сейчас под премиальную, супер премиальную, и уходят в эконом. Они же думали, что они сейчас рынок завоюют. А ты в это время полез вообще в космос какой-то. Вообще в космос. какие-то львинки там дали чинки, вот эти все новые технологии, холистик. Кто в холистик? Он смеется, говорит, да мне тоже не нужно бы великой прибыли. Почему мы с ним так сдружились? Этот человек, который не гонится за какими-то великими деньгами. Этот человек, у которого амбициозное желание доказать всем, что я в России могу делать лучше, чем делают в Америке, чем делают в Канаде. Я могу. Востребован ли он? Не очень. Не очень. Не очень. Почему? Потому что востребованы те, которые соглашаются делать за 70 рублей. Конечно. Вот те востребованы. Но я вам скажу, что не за ними будущее. Не бывает такое, чтобы всегда был кризис. Всегда, как тельняшка, жизнь белая и черная полоса, да, синие. То есть всегда придет время, когда люди станут зарабатывать больше, и даже в кризисное время не все потеряли деньги, и в кризисное время человек, который любит свою собаку или кошку, он последние деньги отдаст, чтобы она не голодала и пользовалась хорошими кормами. Невзирая ни на что. Пауза. И так, ну на самом деле такую достаточно животрепещущую тему подняла, которую многие производители не готовы, там представители бренда такие вещи не рассказывают. Я иногда не могу сказать. Но вот в настоящий момент итогов все-таки идея с собственным заводом ее не будет. Итого мы делаем на трех заводах. Соответственно, это завод Кормком, завод Гриндог и завод Мелькомбинат. Да, да, мы большую часть, естественно, в начале мы делали на Мелькомбинате. Почему я сказал, возвращаясь опять к теме, что как раз Игорь Лимонов был коммерческим директором, когда мы зашли на Мелькомбинат. Вот. И под его руководством, под его контролем вот выпускали нам первые. Мы зашли первые несколько позиций и потом перед тем так произошло, что они практически в одно время ушли и Наталья Чуйкова и Игорь Лимонов, да, но они успели для нас разработать линейку кормов. Сразу хочу сказать, у нас тоже были конфликтные ситуации с Мелькомбинатом. Оно были бы, наверное, с любым комбинатом. Почему? Потому что со временем проходит, хочу сказать зрителям твоим, которые могут задавать вопрос. Это касается всех-всех полностью брендов. Почему я покупал корм был один, а вот как через год, например, я покупаю эту же позицию, это же название, корм немножко другой. Значит, стоит чуть-чуть поменять в процентном соотношении рецептуру, вот чего-то в этот момент нету. Что-то с чем-то другим заменить. Или же пришла мука не 70-ая, а 64-ая. Любое. Меняется весь состав. Через год можно рецептуру не узнать вообще. И надо всегда возвращаться к исходникам, к исходным. Вот как вот изначально оно было написано, проводить ревизию рецептуры. Потому что завод тоже, он же не может как бы, как правильно сказать, он зависит от поставщика. Конечно. Один поставщик добропорядочный, добросовестный, второй не очень, не очень, где-то схитрил. Потому что мы озвучивали в интервью, когда Владимир Дуров рассказал, что он работал с уже проверенным поставщиком по индейке. Благо, что они проверяют каждую партию. Приходит партия индейка, они отдают в лабораторию. Это, кажется, высушенная свиная шкура перемолотая. Это прислали вместо индейки, но написано индейка. Трясающе. Это поставщик, который неоднократно поставлял. Понимаешь? То есть, как вот это? Если бы он не проверил, то тогда в корм пошел бы переработанная свиная шкура в виде муки вместо индейки, чтобы было с этим кормом. Поэтому я всегда говорю, что в первую очередь это порядочность производителя и его контроль над поставщиками. это очень важный момент. Очень важный. И мы начали работать тогда с мелькомбинатом. Рецептуры, которые Чуйкова писала, они до сих пор мы часть берем по этим рецептурам. И я ждал, когда Лимонов откроет собственное предприятие. Вот они вместе со своим партнером, с Юрием Ефимовичем открыли свое производство, начали выпускать. И в первую очередь мы приехали, я сказал, Игорь, я тебе обещал почти полтора года назад, что как только ты запустишься. Почему? В жизни у нас играет большую роль человеческий фактор. Конечно. Я знал, что при нем была гарантия качества продукта на мелькомбинате, когда он был, был контроль. И я знаю, что малое предприятие, которое только стартует, в первую очередь нацелено не на зарабатывание денег, а на зарабатывание имя, имиджа. Это более важно, потому что если у тебя, естественно, логично, кто в бизнесе понимает законы бизнеса, если у тебя будет репутация, у тебя будут деньги. Стоит где-то обломаться и все. Особенно при старте. Поэтому мы часть заказов, причем больших уже, ну большую часть из своего арсенала, будем так говорить, позиции, мы заказываем в компании Кормком. Ну и случайно мы на выставке познакомились в Санкт-Петербурге с Гриндогом, они тоже только стартовали в прошлом году осенью, и мне понравилась их концепция, вот эта сумасшедшая и вот этот энтузиазм делать холистик, делать холистик лучше, чем делали американцы, чем делали канадцы, то есть они это два добились, и в холистиках добились, и Кормком добился в качестве супер премиум кормов, да, и мне нравится, что несмотря на то, что завод молодой, им нужно, как любому заводу, какой-то объем денег, денежной массы, чтобы существовать, чтобы кормить работников, зарплату, налоги и все прочее, несмотря на это, к ним обращаются, сделай корм по 70 или по 100 они не делают, по 80, по 70 не делают, он говорит, идите, есть заводы, их очень много, практически все, которые могут сделать, и по 70, даже есть завод в Алтайском крае, и у меня лично есть накладная, где там стоит цена, 60 рублей с НДС, с НДС 60 рублей, мы, я это озвучивал в интервью, когда с нашими предприятиями, я озвучивал, но 60 рублей с интервью, если кукуруза стоит 32 рубля, там килограмм, вы что, издеваетесь над собаками? Над собаками, в первую очередь, не над людьми, вот это преобладающее желание заработать денег у людей просто накрывает ум, и вот эта жажда, а люди не думают о собаках. Но смотри, вот поэтому и получается такое мнение о наших отечественных кормах, что наш отечественный корм, это, но лучше бежать за импортным, но опять же за границей, то есть такие же сидят бизнесменов, которые хотят зарабатывать. И поэтому вот эта проблема, то что многие производители и представители брендов именно что пришли зарабатывать на этот рынок. Тем более с тем учетом, что этот рынок один сейчас из самых быстро растущих, как это шальные деньги, и здесь появляется столько много новых игроков, что я даже уже перестал интересоваться новыми брендами, потому что открываешь там какой-то маркетплейс, и там столько новых брендов появляется. На самом деле я и вас-то увидел точно-точно так же на маркетплейсе. Я думаю, что за название такое? Стал интересоваться, стал смотреть даже у своих зрителей, подписчиков в своем телеграм-канале, спросил, кто что знает про этот корм, мне так ничего не знают. Кстати, почему вас так плохо знают? Потому что я, когда сделал обзор на ваш корм, даже посмотрите, какие там идут комментарии, то есть хорошие, позитивные комментарии. Вы уже больше, уже пять лет на рынке. Почему вас так плохо знают? Сначала маленькая ремарочка к тому, что ты про импортные корма, да, коснулся. Так я тебе больше скажу, не знаю, может, тебя разочарую, может, ты знаешь, а может, нет, может, разочарую кого-то из зрителей. Самый раскрученный бренд в России, не буду называть, из этических, самый раскрученный, дешевле, чем тот, который все позиции выпускался на лимкорме, когда мы пришли пять лет назад. Он был по себестоимости дешевле, там была одна кукуруза и пшеница. Читайте внимательно упаковку, когда вы берете и научитесь просто анализировать качество корма и цену, составляющую, которые там ингредиенты написаны. Но учимся, учимся в течение пяти лет, кстати, пять лет у тебя и пять лет у меня, кстати, в сентябре каналу. Уже в течение пяти лет уже достаточно большое количество моих зрителей и лучше меня даже разбирается в кормах. Что касается рекламы, и я тебе скажу, как раз можно затронуть с рекламой и упаковку. Вот это было бы как раз в тему. Давайте. Значит, первые два с половиной года, как я сказал, мы не сделали ставку на бизнес, потому что мы не могли с него заработать. в начале мы не хотели, а было тщеславное желание увыковечить собаку, сделать честь нее, чтобы она была такой большой, полноцветный, мешок, красивый. Тогда физически не было, потому что мы не могли поднять цену, а инвесторам мы взяли обязательство выплачивать большой процент. Я плохо просчитал математику бизнеса, и мы получали, что вышли только на самоокупаемость своих собачек, но зато у нас шла продажа, и на мешке была голова нашей любимой собаки. Свою задачу, которую ты хотел, мы выполнили. Поэтому два с половиной года знал определенный несколько сотен человек, которые покупали корм, все-таки он расходился примерно в три месяца 10 тонн, не делая рекламы. Авито какие-то там, еще что-то такое. А когда уже приняли решение как бизнес, это был сентябрь 21-го года, считай, два года, вот сейчас будет два, то, конечно, три года будет. Сейчас 23-й, три года. А, два года будет. Два. То мы тогда начали вкладывать деньги уже в рекламу. И мы начали подходить как к бизнесу, мы понимали, что если это бизнес, значит, нужно расширять линейку. И мы быстро начали это делать. Значит, мы выпустили только одну позицию, например, для крупных средних пород, выпустили мясную позицию, потом с рыбную позицию, потом добавили сразу же через месяц для мелких пород. То есть, мы постепенно, постепенно сильно расширяли линейку. и сегодня у нас, если брать собачек и кошек, 25 ассортиментов. Это достаточно большая уже линейка, да, серьезная. Вот, сегодня, ну и сегодня уже три завода, которые, в общем, и в течение двух лет мы проделали большую работу. Уже знают очень много, потому что корм кунак присутствует и на многих выставках, и на собачьих, и на кошачьих. Кстати, да, как вы вот находитесь, через выставки, да, получается? Еще у нас больше 40 представительств по России, а это 40 областей, 40 регионов, вплоть до Сахалина. То есть, на местах он продается. Уже в некоторых магазинах он продается, не в сетевых, в некоторых магазинах. Задай вопрос, какое будущее у магазина, я тоже тебе отвечу, потому что там будут нас же слушать владельцы магазинов. Да. Я скажу, почему у нас один представитель в районном городе с 50 тысяч человек делает оборот, ежемесячный, чем все магазины вместе взятые по области. Вот, задам вопрос, да, расспросил. И вообще, знаешь, да, ситуацию, можно похвалиться, да, немножко, похвастаться, как правильно назвать, да, но я не скромный, ну, поэтому так же. Итог, знаешь, статистику Россельхознадор собирает по непродуктивным кормам, по продажам, по продажам. Ну, конечно, по июлю, знаешь, да, да, что он упал. Упал. Насколько тоже? Ну, процентов 20, насколько я помню. Если, точнее, это, не, ну, здесь объективно, люди уходят в отпуска. Понятно. А задай вопрос про наш торговый марк. Задай вопрос, что же у вас? 27,5% плюс. По итогам августа, который такой же плохой, как и, и 40% плюс, примерно мы планируем. Интересно же, почему? Я вот молчу, я жду, когда вот. Квасаться можно уже, да? Можно. Значит, у нас разработана стратегия, когда друг другу никто не мешает, наоборот, помогает. То есть, маркетплейс помогает магазинам, магазинам помогают представителям, такого не было еще. Значит, у нас главное лицо в бизнесе, это представитель. Принцип работы компании. Один регион, один представитель, если при том условии, что он выполняет определенный минимум. Нам не надо от него там великих каких-то дел. Минимум чисто формальный. Где-то тонна, где-то две, где-то три. В зависимости от региона. Это небольшие обороты. Значит, сегодня, если ты уже, ты хорошо знаешь эту тему, и тебе, наверное, ты общался с представителями разных брендов. Ну, в самом деле. Когда сам бренд, собственник торговой марки, вставляет палки в колеса своим представителям, размещая на Валберес, на Озоне, на маркетплейсах, корм, собственный, который дешевле, чем у них. И торговым представителям даже выгоднее покупать на Озоне. Чем продавать? Тем самым, они, выходя на маркетплейсы, рубят собственный же бизнес и не дают возможность представителям заработать. Сама логика в представительстве этих торговых марок вообще теряется. У нас же главный принт, главный человек в бизнесе это представитель. Значит, в чем заключается вся фишка? Я не скрываю, это открыто. Другое дело, что сдублировать этого нельзя. Когда мы с супругой разговаривали, она говорит, ты может не говори, а зачем сейчас кто-то? Я помню, по прошлым бизнесам нужно быть мной, нужно это сдублировать и личностью, потому что за бизнесом стоит личность. Согласен. лидер должен стоять, который ты можешь перенимать хоть что угодно. Люди приходили, пробовали сдублировать, ничего не получается. Многих людей пробовали сдублировать, ничего не получилось, потому что ты не та личность, чтобы это сдублировать. Нужно быть им. Значит, все очень просто. Пускай даже дублирует кто-то. Опытом теперь поделюсь. Для собственников торговых марок. Значит, смотрите, у нас есть минимальная цена для представителя, то есть дилерская цена для одного человека в области. У него есть минимальная розничная цена, ниже которой, чтобы не демпинговать представителей по регионам, он опуститься не может. Лично продать питомник он может. По-тихому. По-тихому. Скидку сделать по-тихому. Но в социальном пространстве на досках объявления не может стоять ниже установленной минимальной цены. Следующее. Магазин. Розничная сеть. Есть в многих регионах, где уже магазин продает. Обращается к представителю магазин, не к нам. Допустим, он к представителю обращается и говорит, слушай, а какая вот тебе цена? Ну, представитель, естественно, дает ему цену какую-то. Плюс со своей маржой. Естественно. Ну, конечно. Магазин говорит, ну, мне оно не очень выгодно. Что делает магазин? Звонит вам напрямую. Правильно. Все же умные? Конечно. И говорит, знаете, у нас представителям не получился диалог. Мы хотим с вами напрямую. Мы вот такие классные. Ваш представитель, лох какой-то печальный. Он никак вообще. Он недалекий, ухо кривое, еще что-то. Можно с вами напрямую? Я говорю, ну, конечно. Красавчик. Конечно, можно. Значит, у нас есть два прайса. Прайс для представителя, он самый минимальный. Прайс для розницы, он примерно там, ну, плюс-минус выше. А у нас есть группа ватсапе, где находятся все представители. И очень прозрачно. Мы единственные, кто сделал для представителей группу сами, чтобы они могли меняться опытом, чтобы они могли контакты друг к другу передавать друзьям по областям. Чтобы они могли все вопросы решать в группе открыто, честно. У меня представители знают больше, чем любой представитель. Потому что они знают цену, сколько чего стоит, на каком заводе. Они владеют всей информацией. У нас нет секретов от представителей. Это впервые настолько открытый бизнес. Значит, мы магазину продаем, а ту маржу представитель имеет. Понимаешь? Хитро. Хитро? Магазин думает, он да, конечно, напрямую берет, но небольшая маржа сразу идет в карман представителя, потому что представитель, повторяю, главный. Теперь следующее. Маркетплейсы. Есть минимальная цена для представителя. продажа розничная, а маркетплейс имеет цену больше. Например, там 600-700 рублей. Больше цены представителя. Значит, что делает маркетплейс? Человек купил на маркетплейсе, он заходит в интернет и ищет, например, кормку на Каренбург, находит представителя, узнает цену, но так как он взял на маркетплейсе, он уже с качеством ознакомился, он идет к представителю и на 600-700 рублей получает дешевле. То есть, маркетплейс больше для рекламы, хотя там хорошо торгуется, но он не вставляет палки в колеса маркетплейса. Выгоднее приходить непорезно к представителю. Он поможет купить, не зная, что в регионе представитель сначала на маркетплейсе или же сначала в магазины, где тоже дороже, чем у представителя, но по концовке люди все равно приходят к представителям. А вы тем самым не ставите палки в колеса розничным магазинам? А розничные магазины это путь в никуда. Я объясню почему. Так, да. Значит, я был в одной группе, меня как-то добавили, где сидели одни розничные продавцы, владельцы магазинов. Меня потом, я над ними издевался, я утром просыпаюсь, говорю, вы еще не умерли, они говорят, нет, не умерли. Меня выгнали потом из этой группы. Один раз отстроился, какой-то был скандал, модератор сказал, я говорю, сколько тебе заплатить за рекламу? Он говорит, нет, я лучше тебя удалю. За ночь 1300 человек ушло с группы. А этот, так, я-то чего? Вы со мной пробуете дискутировать аргументированно, а не там какую-то включать, ну, как быка говорят в России, да, просто. То есть, что делают магазины сегодня? Имеют много брендов, имеют продавца, продавец получает зарплату. Ты приходишь, продавец не заинтересован материально для того, чтобы раскручивать тот или иной бренд, что хоть, что и покупать. что делают продавцы, умные все, забыли, что 21 век на улице, они просят какие-то, он заходит и говорит, а расскажите мне про этот корм. А это я говорю со слов владельцев магазинов, которые в группе об этом все рассказывают. И вот продавец стоит и говорит, если он знает, этот корм такой, консультанты есть тоже грамотные, вот этот корм такой, хороший. Что делает он? Выходит с магазина и покупает на Майн Валберрис дешевле, чем в магазине. Потому что на маркетплейсах, в отличие от нас, цена дешевле, чем в магазинах. И что сегодня магазины для кого? Для бабушки в этом районе, который ты насыпаешь на разве 100-200 грамм для ее котика или собачки. Вот для этого существуют магазины. И я знаю много владельцев магазина, и у нас в Липецке, и в Воронеже. Которые настолько мизерно делают оборот, что они еле-еле выживают сами. Мы же на качественном, недешевом корме, у меня, еще раз повторю, я уже говорил, что есть регионы, представители, которые делают больше в одном единственном числе, чем в областном городе все магазины вместе взятые по тонажу, по килограммам. Не имея магазинов, не имея складов, ничего, ни к некоторым вообще место находят, где складировать, потому что они могут заказывать в компании раз в неделю. Им не надо великих площадей, потому что люди приходят и уже заранее заказывают себе, покупают продукт. То есть, эта технология, она позволяет, во-первых, вовлекать людей активных, кто хочет заниматься бизнесом и не имеет возможности миллионы вкладывать. Мы прекрасно понимаем, чтобы иметь хорошую отдачу, нужно вложить много. Здесь не нужно вкладывать много, здесь просто нужно иметь хотя бы в небольшом ассортименте все позиции желательно, потому что ты не знаешь, что завтра придут и спросят. Ты не берешь кошек, завтра могут кошку спросить. Ты берешь там для активных, а завтра придут для пассивных собак спросят. То есть, пускай в небольшом ассортименте, пускай даже два с половиной килограмма, но у тебя сказал, вот возьми два с половиной килограмма и сразу же заказал 10-15 килограмм. Но человек хотя бы начал попробовать, что это за вкус и как реагирует его питомец. То есть, я считаю, что за этой технологией и видя результат, что при падающем рынке уже третий месяц подряд сильно трясет, многие говорят, это лето. А что, летом собаки не едят? Что это в отпусках, а в отпуске он то не ест? Он не у тебя тогда покупает, а в Анапе покупает? Какая разница, если он собаку туда поехал? А ты уезжаешь, работника оставляешь на питомнике, а что, работник их не кормит кормом? То есть... Ну вот смотри, здесь на самом деле, давай я немножко поставлю свои пять копеек насчет вот этих показателей по поводу падений. На самом деле есть, да, такой нюанс, но к чему обычно сводятся эти цифры? К прошлому году. К прошлому году вся весна и весь начало лета было в очень больших продажах, то есть продажи были просто бешеные, ну вот за тех всех мероприятий, да, тоннаж просто выкупался, многие бренды за несколько недель трехмесячные планы выполняли, это да, и сейчас мы смотрим именно что на прошлый год, поэтому здесь тоже такая цифра двойника. я тебе скажу, что произошло. Вот сейчас нас будут тоже смотреть же собственники торговых марок, а я могу им вопрос задать. Ребят, ну что, вы затарились уже? Склады полные набили? Это да, этот был очень... А теперь еще, а как оправдала вот та логика бизнеса, которую вы следовали, когда вы с премиального в эконом-класс ушли, думая, что сейчас в России все рухнет, отказались от линей, которые имели хоть небольшое количество, и вот шли в эконом и загрузили себе склады, а сегодня все ушли в эконом, а мы выиграли, потому что те люди, которые кормили хорошим кормом, так и продолжают кормить. Где они ищут, а предоставить им возможность, имеют на одной руке пять пальцев, даже не на двух в России, на одной. Им это качество могут предоставить пять. Почему? Потому что вот эти десятки, они ушли в эконом-класс. Я знаю, точно знает любой собственник завода, знают все, мелькомбинат лим, кортом, все-все-все знают, что они затарены, а я знаю лучше, чем они. Да, я даже знаю бренд, который в прошлом году затарился на этой волне в надежде, что она и дальше пойдет расти, затарился очень большим количеством корма и вынужден был осенью его сливать, не то, что в закупках, а очень. Сергей, знаешь почему? А потому что он не один такой умный, как он казалось, потому что все. На завод невозможно было зайти, на завод переполнен был заявками, и если тебя ставили, например, в планы на две недели, на три раньше, то ставили по тебе на три месяца, на четыре, и люди от страха привлекали инвестиции, шли в банк, брали деньги, где-то либо частные инвестиции, затаривали, потому что думали, первое, что, наверное, завод остановится, что не будет сырья, которое необходимо, и они забили, но он такой умный, привлекая деньги и делая заявки на заводе на несуществующий оборот, он забыл, что все остальные думают так же, и что все забили склады, и еще раз говорю, почему это хорошо? Почему это хорошо? Потому что люди, которые, потому что люди, которые, невзирая на свою финансовую составляющую, на свой доход, любят своего питомца, они однозначно будут покупать даже себя урезая. Я понимаю, большой питомник, он может взять бюджетный корм, он может где-то купить там мясо, субпродукты какие-то, дополнять корм, он может купить бюджетный, как заменитель каш, чтобы не варить, и кормить временно там своих питомцев. Но если у человека собака за 100, за 200 тысяч рублей, если человек статусный, при статусе, то он никогда не пойдет. Так теперь вопрос, а где тогда этот человек покупает корма? Я вот, знаешь, даже как скажу, не только ты просто сказал, что статусные люди, я знаю очень много моих подписчиков и зрителей, да, цены поднялись, да, на многие корма поднялись цены, но они не ринулись покупать именно премиум, эконом, они продолжают кормить, да, уже дорогим, тем же самым брендом, который ест питомец. И это очень хорошо. Да, понятное дело, что не у всех есть финансовые возможности, и кто-то ушел чуть ниже, да, но при этом опять же, у меня, ну я видел всю вот эту ситуацию, когда в моем телеграм-канале люди именно что начинают, вот, корм подорожал там на 40%, нет возможностей, и все равно люди старались плюс-минус там найти что-нибудь подешевле, но тоже достаточно хорошего качества. И в этот момент как раз-таки твой бренд первый раз у меня прозвучал в чате, я на нем сразу говорю, что не обратил внимания, прозвучал еще несколько коллег, вот, которых мы не озвучиваем, ну вот как ты говоришь, вот на, это пятерка, есть такие бренды, да, и люди, да, вот на них, на них перешли, и все хорошо, то есть да, но при этом не пострадав достаточно серьезно в качестве. И я вот очень рад, что опять же все-таки многие люди, в первую очередь, о своих питомцах думают как о члене семьи, и сначала его накормят, чем вот нежели пойдут, и очень тоже обращу внимание, что, в частности, что очень много людей, опять же, моих подписчиков, моих зрителей, которые пишут в комментариях, большое спасибо, что рассказали, научили, да, люди уходят с эконома, и уходят как раз-таки на холистике, на супер премиум, люди начинают понимать, что да, все, конечно, классно, но корм за 70 рублей килограмм, ну, это трэш. Сергей, страшнее всего не это, страшнее всего совсем другая, я об этом проговорил скользко, хочу заострить на это внимание. Когда у тебя вот какие-то деньги, ты понимаешь, на что ты можешь рассчитывать, да, свои финансовые возможности, и ты покупаешь, и ты честно покупаешь, что если ты понимаешь, что у тебя, но когда ты не знаешь, что тебя просто дурят, когда закладывают туда по 80 рублей за килограмм, а продают как супер премиум, и ты не имеешь возможности проверить, а страдает твоя собака, да, ты смотришь, что она, она может не в первый день посыпаться шерсть, и там чесаться, но ты потратил уже деньги, то есть ты пришел, это как заправка с дешевым бензином забодяженным, один проехал, второй проехал, да они проехали, у них же до завтра за тысячи километров будет, кто-нибудь завтра еще такой приедет, то же самое и эти люди так рассчитывают. Почему я знаю, что есть бренды, которые когда-то имели в своей линейке супер премиум, сегодня они перекладывают уже затарившись экономом часть эконома в мешки супер премиум, потому что знают, что супер премиум становится востребованным, и продают, но качество-то, а куда им деть? Они по 200-300 тонн затарились, куда им деть его? Срок годности истекает, все ушли, и оборотов меньше, и знаем прекрасно, что были по 150 тонн, и в течение нескольких месяцев упали на 50, на 100 тонн снизился оборот, а склады затарены, и они понимают, что срок годности не вечный, то есть мы пришли со своей идеей вовремя на рынок, то есть я считаю, что это очень восстанавливает, и те люди, которые вот в этой компании покупали корм, зная, что эта компания ушла в сегменты к премиум классу, в эконом, ниша освобождается для людей, которые делают, и не ушли туда, которые делают супер премиум, холистик, это очень важно, это что касается финансовой составляющей, но, так же как и Володя Дуров, гриндок, мы не пришли зарабатывать миллиарды, вот честно, можно подумать, что ну как, ну в бизнесе, нет, у нас с супругой такой принцип, нам не нужно, и возраст суждая, не 20, и не 30, вот хватает на жизнь, чтобы нормально по-человечески жить, у нас нет каких-то таких больших запросов, поэтому для меня важнее сохранить имя своей собаки, которую уважают очень много, тысячи людей ее знают, да, то есть, мне важно, когда идет разговор о том, или где-то на заводе какой-то косяк, в первую очередь я понимаю, что я подвожу свою знаменитую собаку, потому что я не хочу, чтобы на мешке, на котором ее изображено его лицо, морда, чтобы там было дерьмо какое-то, насыпано, вот это для меня важно, теперь по поводу упаковок, я всегда гибкий, гибкий, никто такого не может себе позволить, значит, я бы даже сказал, самый гибкий, не успел у меня выйти, обзор на канале, как со мной связался, со словами, все, ничего не волнует, значит, едем на завод, интервью, все, все расскажу, все покажу, и вот, говорю, что ну вот, обзор вышел, по факту, вы, конечно, чуть позже это увидите, но вот вышел обзор, и мы где-то примерно через полторы недели, да, встречаемся или через две, то есть, и, ну, это очень быстро, то есть, очень гибкий человек, вот, смотреть по поводу упакова, да, вопрос, можно поставить по-другому немножко, спроси собаковода, ему нужно качественный корм, или упаковка, это упаковка, это чтобы дерьмо за собакой собирать, как правило, скажу так, упаковка влияет непорезно в зоомагазине, да, на продаже, где вот ярко, пестро, и посмотри, эконом-класс, самые красивые, вот, в сетевых магазинах, эконом-класс, они самые пестрые, самые, самые разно, разноцветные, значит, давай математику считать, у тебя, ты приходишь на завод, вот мы вели переговоры по поводу пленки, когда мы не думали, что у нас будет там 25 позиций, ассортимент, одна пленка, это минимум тонны тебе будут делать, тонны, не забудь, что не на каждом заводе, есть, выбор, заказала купить, закаточная машина, большинство пользуются мешками, но, и мешки, в том числе, тебе не продадут мало, от 100 тысяч и больше, но мы говорим про пленку, то на пленке, полноцветной пленке, с твоей картинкой, стоит 700 тысяч, сегодня, то есть сегодня она может больше, но год назад, полтора года, она стоила 700 тысяч, сейчас дороже, сейчас дороже, даже пускай по старым ценам, нам 700 тысяч, сейчас я думаю, где-то к миллиону, да, хорошо, да, миллион, давай сегодня, человек начал бизнес, или нам, вот мы захотели, переобуть наш корм, который и так хорош, но в хорошей, полноцветной мешке, ну, это как у меня иногда, ну, не в твоем случае, а тоже, у меня были такие обзоры, под простые мешки, вот, надо делать красивую упаковку, и, вот, допустим, ты такой прочитал, такой комментарий с вами, точно, буду делать красивую упаковку, давайте делать, да, все, мы начинаем с вами делать, дорогие зрители, владельцы собак и кошек, начинаем делать упаковку, давай, значит, миллион на рулон, на тонну, миллион, меньше смысла, нет? Значит, у нас 25 позиций, 25 миллионов, теперь, я делаю один рулон, 25 позиций, у меня сегодня, я делаю 25 позиций, я нахожу деньги, я вкладываю, сегодня эта позиция, не очень мне нравится, не очень нравится покупателям, мне очень, я пленку эту, что я должен сделать? Выбросить. Выбросить. Что я должен сделать? Новую. Но, я хочу запустить новый продукт, я его запускаю быстро, потому что у меня есть хорошие мешки, я делаю вакуум, виниловую, дорогая у нас, этот, этики, стикер большой, он дорогой, виниловый, да, его не издерешь там, и трехслойные, и двухслойные пакеты, металлизированные внутри, качественные, очень хорошие. Это мы сейчас говорим про то, что на самом деле сейчас делаем. Это мы сейчас про белую упаковку с наклейкой. Белую упаковку. Да, просто мы уже начали делать с собой красивую. Да, нет, вот красивую мы сделали. Я захотел выпустить еще одну позицию. Так. Мне нужно сделать дизайн, понятно, потом отправить на завод, где становись в очередь, примерно очередь приходит месяца через два, через три, уже этот корм становится неактуальным. возможно. То есть, я не могу оперативно выпустить на рынок какую-то позицию. Здесь у меня белые мешки, причем качественные, я подчеркиваю, качественные, это не простой мешочек, а качественные мешки. Не простой полиэтилен. Не простой. То есть, я заказываю дизайн, мне в течение нескольких часов типография пускает на станок, я получаю за час тысячу. То есть, я завтра же могу выпускать новый продукт на рынок, а этот я могу свернуть, если он мне не нужен. Но я вынужден привязаться к нему, не дай бог на заводе, вот я на трех заводах, на каком-то заводе нет сырья под этот продукт. Сегодня ситуация критическая. Если используются датские, в данном случае сегодня и итальянские ингредиенты в наших кормах, если что-то произойдет, их не будет, у меня на упаковке это все написано. То есть, я не смогу выпустить, потому что и качество будет другого, и это будет нечестно по отношению к потребителям. Поэтому, это самый классный сегодня метод работы. И когда представитель, очень важный момент, сейчас самый важный, почему ключевой человек у нас представитель. Как в сетевой индустрии похоже? Ты лично попробовал, люди продают не продукт, как в магазине продавщица, не упаковку, люди продают ощущение от продукта. Он покормил в первую очередь свою собаку. Я всем представителям говорю, ты не спеши, хочешь стать представителем, не спеши, возьми корм, попробуй на своих собаках, тогда ты честно людям будешь об этом рассказывать. Люди покупают ощущение, люди покупают доверие к тебе, ты продаешь к себе доверие. Ни одна продавщица не будет. Почему я считаю, в рознице будущего нету. А давай вспомним некоторые виды бизнесов, которые вообще развалились, потому что люди ушли в интернет. Понимаешь, будущее там. И сейчас мы возвращаем людей на землю. Представитель. Почему мы отнесем большую ответственность? Если я бы продавал в магазинах, я бы не нес практически вообще ответственность. Ответственность нес бы продавец, если он... А продавец другой тоже скажет, я не несу ответственность, что принесли, то и продаю. А производитель приспрятался где-то. Пускай хоть кто-то скажет, кто владелец того или другого завода или собственника торговой марки. Да их никто не знает практически. Меня знают, потому что я об этом всегда говорю. То есть я наведу всегда. Я правду матку режу всегда. То есть меня поэтому знают, как собственника торговой марки. Задайте мне любой вопрос, позвоните, я отвечу вам. Кстати, куда вам позвонить? Телефон на сайте. Мой. Личный. Телефон на сайте мой личный. Любой вопрос, касающийся... Я вам расскажу. Я не смогу рассказать в этой передаче, потому что соблюдаю этически, но у меня представители знают, что я бываю несдержанным. И поэтому из-за того, что я бываю несдержанным эмоциональным, они знают всю раскладку по российскому рынку. Понимаете? Перерыв. Давай вернемся все-таки к упаковке. Да, давай. Примерно так рассчитали. Если сейчас на твой корм сделать красивую упаковку, насколько произойдет удорожание? Произойдет удорожание примерно одного пакета рублей на 100. Один пакет? Да. То есть, если на твой корм, соответственно, кто хочет красивую упаковку, плюс 100 рублей. Это, друзья, я к тому, что, когда вы покупаете корм, я всегда всех призываю, в первую очередь, смотрите на состав. На состав, на завод, изготовитель. Это тоже важно. И опять же, многие уже, мои зрители знают, по каким заводам ездят. И опять же, какие заводы, какие корма делают. И вот здесь очень важный момент. Я хотел бы как раз затронуть про СТМ на производстве. Что очень часто, я так скажу, наверное, в 99 случаях, когда кто-то хочет делать корм, он приходит на любой завод, говорит, я хочу сделать корм. Так что происходит? Сам завод дает тебе уже готовые рецептуры. Шаг право, шаг влево. Как правило, завод запрещает делать. Это к чему? К том, что на одном и том же заводе под различными брендами может производиться плюс-минус одинаковый корм. Я правильно? Правильно. Причем, у собственника торговой марки есть всегда выбор. Значит, что касается рецептур. Есть два варианта. Первый вариант. Ты заказываешь сам рецептуру, ты за нее платишь независимым технологам. Есть люди, которые занимаются этим, как бизнес. То есть, ты приносишь готовую рецептуру и говоришь заводу, у меня уже она есть, сделайте вот по такой-то рецептуре. Завод либо смотрит рецептуру, либо он в состоянии сделать, либо не в состоянии. В зависимости от сложности рецептуры. Это первый путь. Когда эта рецептура принадлежит тебе, и завод ее не имеет права никому отдать. Я вот как раз хотел спросить. Получается... основную часть заводов, все практически, я даже не знаю ни одного исключения из тех заводов, которые у нас в России, которые бы использовал эту практику, могут использовать следующее. Как мы приехали на завод, сидит технолог, сидит коммерческий директор. Какие у вас пожелания? У меня пожелания вот такие, вот такие, так такие. Что будем туда? Туда... Я хочу, чтобы это было вот здесь, вот здесь. Тебе разрабатывают рецептуру, но рецептура не твоя. Рецептура завода. И когда приходит другой человек и говорит, дайте мне что-то, завод, который ведет так этически, такой... Вот как у нас было на Меликомбинате, да? Завод, который зарабатывает деньги. Да, смотри, у нас есть кошки. Мы к кошкам как бы долго приходили, потому что так получилось, что и представители, и люди, которые возле нас, они все собаководные. Но вы собачники. Да. А кошатников как бы не было, кто-то одну-две держит. Но часто появлялся вопрос у представителей, давайте кошек, давайте. Я позвонил на завод. Я говорю, ребят, есть у вас кошки? Есть. Они говорят, у нас есть кошки, мы три месяца разрабатывали рецептуру под одного конкретного человека. Он говорит, вынес нам весь мозг, вот это хочу так, вот это хочу так, и три месяца мы согласовывали эту рецептуру, есть. Я говорю, а можно этих кошек? А они говорят, вот этих кошек нет, только по разрешению владельца. Хотя рецептура принадлежит заводу. Вот это хорошо. Но они поступили этично. Этично, да. Они позвонили этому человеку, а звонил именно как раз Игорь Лимонов, это в его бытность, и говорит, вот есть такой-то бренд, небольшой, как он назвал, домашний, семейный. Они хотят хороших кошек. У нас хорошие самые кошки, это ваши. Мы можем им, делая вам, делать им. Он говорит, ну если люди хотят, делайте. Вот так мы получили наших кошек. То есть, у нас и кошки есть, это супер премиум, я сейчас вам рассказываю. И сейчас у нас появились кошки Холистик, это уже завод Гриндок. Но на тот момент это была хорошая линейка, такого высокого качества. Но по согласованию, есть рецептура, которую завод вам сам может предложить. Ты говоришь, я хочу вот в такую сумму уложиться, мне нужен там килограмм 120 рублей, 130 рублей. Завод может сказать, вот этот мы делаем для такого бренда, можешь посмотреть отзывы в интернете, этот вот так-то называется, завод может тебе их предоставить. И тогда даже собственник торговой марки не будет знать, что его корм рассыпан в мешки другого бренда. Это будет один и тот же корм. И 3-4 компании его могут выпускать. Другое дело, что завод, понятно, что старается тоже гнать недорогие корма, потому что он тогда загружает 100 тонн, и 100 тонн гонит. Ему не надо перестраивать технологию, мыть оборудование, новую рецептуру, это занимает время. Почему они не скрывают, например, мы разговариваем, не скрывали, и на мелькомбинате не скрывали, что суперпремиальной линейкой им очень сложно заморачиваться. Особенно, когда начался кризис в марте прошлого года, люди приходили, заказывали по 300 тонн, а кто-то приходит, говорит, сделайте мне 10 тонн вот такого-то вот дорогого рецептура. Значит, надо после этого все промывать, это уходит длительное время, высушивать, потом заново закладывать рецептуру, это тратится большое количество времени. А не зачем им? Вот поэтому многие заводы, когда грянул кризис, избавлялись от торговых марок, которые делали 5, 10, 15, даже 20 тонн в месяц, потому что им было невыгодно экономически. Тогда был каждый час, это деньги. Да. Это сейчас, когда построилось уже много заводов, когда уже рынок перестал отрести, ты сейчас уже завод не требует с тебя там 40 тонн в месяц, он готов тебе и 10 сделать, которые раньше требовали 40. То есть сегодня аппетиты поубавились, сегодня полегче, сегодня они могут запустить нового какого-то, потому что были очень крупные сети, которые даже не могли заехать на завод. Им говорили, слушай, мы не можем, у нас просто некуда тебя поставить. Знаете, это нужно это понимать. И вот да, рецептуры, как правило, они принадлежат заводу. Но есть заводы, которые без твоего ведома могут, а есть заводы, которые какие-то соблюдают вещи, они звонят собственнику торговой марки и говорят, вот такой-то вот человек, такой-то торговая марка хочет твою рецептуру тоже взять и запускать. То есть, но таких опять же единицы. Они могут это делать, а могут этого не делать, потому что опять же говорю, что рецептура это не твоя собственность. Под тебя могут сделать рецептуру. Почему мы спокойно себя чувствуем? Потому что у нас в сегодняшний день самая дорогая рецептура. По супер премиуму самая дорогая, по холистику я уж точно не беру, их нет аналогов. Но и по супер премиуму есть бренды, которые делают по такой же цене, я и сказал, на одной руке, которые тратят деньги, там плюс-минус, 150-185 рублей за килограмм заводской цены, они выпускают. Но это опять же, это на одной руке, даже не на двух сегодня. Они делают такое. Не мы единственные, которые делаем такие линейки. Но я знаю, что эти бренды тоже малоизвестны. Они тоже малоизвестны. Поэтому, ну и все-таки, я считаю, что именно за хорошими кормами, полнорационными, с сложной рецептурой, с дорогими ингредиентами, за ними будущее. Не сейчас, не сегодня, но в будущем да. В будущем да. То есть, если вы наработаете сегодня клиентуру на хороших кормах, она у вас останется. Если вы сегодня уйдете в эконом, то, что сделали 99% брендов, то и все ушли в эконом, то вы, ваши клиенты, им без разницы, ваш корм заказывает или другой, если он одинакового класса. Плюс-минус одинаковый. Плюс-минус одинакового. Поэтому, да, с рецептурой вот так обстоят дела. Хорошо. Мы не так давно были на одном из предприятий, достаточно большом, современном, и там нам показали свой исследовательский центр. Как происходит тестирование кормов? Как вы тестируете? Старым дедовским способом. Лучше, чем ваша собака или кошка, никто не протестирует ваш корм. Кошки еще похлеще, потому что кошка дрянь точно есть не будет. Если собака еще может съесть, кошка очень более привередливая, чем собака. На кошках сложнее тестировать корма. Так как у нас было, когда-то я говорил, что единственный в России питомник, такой идеей никто не задавался, и такую цель, кроме меня, никто не ставил. И мы потратили сумасшедшее количество денег. У нас были все породы молосов. Неаполитанские, мастифы, южноафриканские, мастифы, бразильские, мастифы, испанские, тибетские. У нас были все, что возможно, у нас были представлены питомники. И мы, естественно, тогда тестировали на своих собак. У супруги 9 или 10 пород разных. Кавалер, Кинчарль, Спаниель, Мальтезе, Шетсу. Я помню, вы сказали, что это чуть ранее, что супруг занимается малыми породами, здесь больше крупная порода. И как мы тестировали? Для мелких пород у нас чуть позже появился корм, поэтому мы что делали? Дробили крупную грану и тестировали на мелких породах. И еще хочу сказать, в чем еще обман происходит? Ну, это можно назвать обман, можно не обман, можно такой хитрый ход. В 95%, я уже говорил это в том же интервью, в 95% случаев корм для щенков не является кормом для щенков. Вот так вот. Да. Об этом мало кто знает. Стартер имеет только единицы брендов. Мы сегодня гордимся тем, что у нас есть стартер, правда, уровня холистик, у нас нет стартера уровня супер премиум, у нас пока, но это стартер с момента отъема. А вот щенки, которые позиционируются с 2-3 месяцев, это, как правило, в 90%, повторяю, в 95% это корм для мелких пород. Просто чуть-чуть с измененной гранулой, рассыпаны в разные мешки. Так, друзья, я здесь делаю такой некоторый такой нюанс или вот такую, скажу фразу, что это исключительно мнение. Да, 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 исключительно мое. Да. Да, но так как я знаю все, поэтому я говорю исключительно свое. Да, здесь такой момент, что больше чем мире, что многие бренды с удовольствием поспорили. И, кстати, те бренды, которые смотрят, готов также к вам подъехать и записать интервью. Это на самом деле будет даже интересно послушать не только вот там Валерия и несколько там других интервью, которые у меня уже есть на канале. Потому что, ну вот, сразу скажу, что есть такое ощущение, да, но вот я тоже такой немножко вредный и скептик. Все-таки очень хорошо про себя рассказываете. Не в обиду, хочу сказать. Все-таки мы лучшие, мы самые, мы это. Я из чувства такта, из вежливости назвал пятерку, что мы входим в пятерку. То есть, кроме нас еще есть четыре. Да, так очень аккуратно. Друзья, ну опять же, большая просьба, кто смотрит данное видео, досмотрели до этого момента, конечно, большая просьба, пишите свои комментарии, свои отзывы, свое мнение. В том числе, я знаю, что меня смотрят не только конечный потребитель, но и участники зоорынка, а также другие бренды. Друзья, пишите свои комментарии. Конечно, жестко высказывать какие-то свои мнения, особенно матерными словами, не стоит, потому что YouTube, напоминаю, многие комментарии самостоятельно удаляет. Есть такая функция. Я, кстати, никогда ничего не удаляю. Поэтому пишите свои комментарии. Опять же, с каким из брендов сделать такой совместный выпуск. Может быть, они нас услышат. Ну, допустим, Валерий, вот как открытый человек и гибкий, да, была фраза, гибкий, да. Очень быстро нам все это организовал. Одна ремарка. Чтобы писать комментарии, высказывать мнение, нужно попробовать многие корма и сравнить. Ну, конечно. Поэтому мнение должно быть аргументированным и обоснованным. Да. Соглашусь, соглашусь, потому что, я насколько помню, вы тоже комментарии под видео, обзором, тоже прочитали. но вот еще раз, да, повторюсь, мнений, конечно, всегда очень много и я всегда говорю, что я лично высказывал исключительно свое мнение. Валерий высказал свое мнение, да, вы, соответственно, точно так же высказываете. Валерий, огромнейшее вам спасибо за такое большое и, ну, яркое интервью, потому что многие вещи, которые знают многие производители, вы впервые так озвучили, ну, по крайней мере, на моем канале впервые. Это сильно. Друзья, с вас лайки, соответственно, смотрите обзор на корм кунак. Валерий, может быть, какое-нибудь завершающее пожелание нашим зрителям. У нас готовится одна такая рецептура. Так, просто, вот не знаю, видно, не видит, будет на камеру, глаза аж прямо горит. Это будет совершенно необычный, неординарный, революционный подход к кормам для собак. То есть, это совсем неординарно. Такого еще никто не делал. Чтобы что-то делать, вот как мы с львинкой делали, вот как бы тоже такой, будем называть на российском рынке неординарный подход. То есть, какие-то новшества, но то, что мы сейчас задумали, и это появится в продаже буквально скоро-скоро-скоро. Но появится после обзора, надеюсь, на твоем канале. Мы специально тебе передадим, потому что у тебя грамотные, подкованные зрители, подписчики, которые разбираются во многих, могут оценить. Именно подписчики хвостатого питомца смогут оценить по достоинству вот то ноу-хау, который мы планируем на нашем рынке, на российском рынке. И я вам скажу, не только в России, но и за рубежом такого качества, из таких ингредиентов еще никто не додумался сделать. Хотя все гениальное, очень просто. За интригой. Я так понимаю, что пусть эта интрига остается. Да, до выхода обзора. Поэтому я тебя попрошу, мы постараемся побыстрее тебе на обзор отправить, потому что он готов уже к запуску, этот проект, чтобы в первую очередь его снять для того, чтобы запустить. И я думаю, что это многих сколыхнет, многих очень порадует тех людей, тех владельцев собак, которые по-настоящему любят своих собак и хотят, чтобы они по-настоящему качественную пищу употребляли. Это очень порадует, я вам скажу. Ох, интрига. Никто отвечает за слова так не порадует, как мы порадуем ваших питомцев нашим ноу-хау. И на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать наше интервью. Большое спасибо, что у нас все сложилось, за то, что пригласили. Друзья, разумеется, как я уже говорил чуть ранее, ставим лайки, подписываемся на канал, а подписываться надо для чего? Для того, чтобы как раз таки и увидеть обзор на вот эту интересную новинку. Так что обязательно посмотрите там, где надпись подписаться, еще колокольчик, там нажмите, чтобы не пропустить это. На самом деле интересно, что же вы Я хочу сказать подписчикам канала Хвостатый питомец, хоть Сергей сказал, что там упаковка, смотрите, что написано. Вы знаете, жизнь показала очень противоречивую штуку, что часто то, что написано, не соответствует действительности. Вот это печально. Вот если бы не оно, потому что, когда вы читаете и видите красивую надпись, а уже в России, благодаря Роспотребнадзору и Россельхознадзору, были выявлены мошеннические действия, когда пишут на упаковке одно, а на самом деле это другое. А сейчас напоследок хочу просто информацию дать вам очень плохую. Очень плохую. Я хотел на хорошем закончить. мы закончим на хорошем, но сначала очень плохую. Чтобы уж совсем уже у меня душа не болела, что я этого не сказал. Мы начали участвовать в тендерах. Ну, немного, но начали участвовать. пишут 35% сырого протеина и 30% жира. Что происходит на самом деле? Контракты большие, по 8,5 миллионов, по 9 миллионов. Они договариваются с простым очень бедненьким кормом, который самый дешевый на рынке. Выставляют заведомо высокую цену, выставляют техническое задание физически невыполнимое ни одним производителем. Поэтому ни один производитель, ни один собственник торговой марки не может участвовать в этом тендере, потому что он знает, что его корм точно не подходит. Выигрывает фирма, которая просто лепит стикеры, на которых написано 30% жира. Кто его не проверяет, страдают собаки. Они кушают самый дешевый корм, а люди, которые участвуют в коррупционных сделках, просто получают большие суммы денег на миллионы. мы столкнулись с этим сегодня последнее время, в течение последних месяцев трех с очень большим количеством. Это во многих областях происходит. Страдают собаки. Я хочу обратиться ко всем думайте о собаках. Может будут смотреть и эти люди, может будут смотреть люди, которые занимаются ревизией вот этих тендеров, или люди с Росель Класс Надзора. Контролируйте, потому что что происходит в тендерных закупках, это мама дорогая, это просто уму непостижимо. Но опять же страдают в конечной счете собаки, а этим людям не нужно, им без разницы, они не имеют этих собак, им важно денег заработать, а что будет с собаками, облезут они, умрут, а 30% жира завернется желудок у них, это совершенно уже 5-10 для них. Поэтому постарайтесь быть честными, это я хочу обратиться к собственникам торговой марки с этой площадки, производителям, потому что самое важное не то, что вы прочитаете на упаковке, самое важное это добросовестность производителя, самое важное это тот человек, который стоит у руля производства и как он настроил работу, если будет добросовестный производитель, у него может быть меньше написан состав жира, меньше состав протеина, у него не будет написано корочек ананаса или еще чего-то, но это будет качественный проговорационный корм, у кого-то будет написано так, что можно желание появится самому съесть, но собака ваша сдохнет через год или через два с такого корма, понимаете, очень важный момент, и поэтому когда мне говорят, что вот написано вот здесь, написано на заборе у нас столько всего написано, поэтому изучайте бренды, пробуйте, может быть нужно брать небольшие там мешки, может быть маленькие, смотреть, как чувствует ваша собака, ваш питомец, не меньше поддавайтесь на рекламные трюки, потому что рекламные трюки иногда ничего не имеют под собой оснований, а только лишь кто-то имеет деньги, имеет возможность сделать большую рекламу, но хочет заработать, поэтому изучайте все производства, которые снимают Сергей на этом канале, он многих производителей снял, чувствуйте, вы должны чувствовать, я когда приезжаю, я чувствую, вот человек сможет сделать или не сможет, понимаете, это очень, вот не на уровне даже логики, когда вот смотришь на человека, понимаешь, он не обманывает, вот он говорит так, как есть, и я вижу эмоциональный заряд у производителей, да, у изготовителей, насколько они стремятся, и я вижу потухшие глаза у людей, которые уже имеют гигантские предприятия, которым наплевать совершенно и на своих остеемщиков, и на питомцев, на все, лишь бы просто деньги получить, по инерции, то есть, это одна из причин, почему мы выбрали два новых завода, которые только стартовали, мы стартуем вместе с ними, это очень важно, им важна репутация, имидж, и нам, молодому бренду, это очень важно, пускай это не великие обороты, это не сотни тонн в месяц, мы к этому не стремимся, но зато никто нам не скажет, что мы сделали так, чтобы вред нанести кому-то из питомцев, собаке, кошке или кому-то другому, и если, почему я сказал, что очень важна обратная связь, у нас есть группа ватсап, и мы каждый негативный случай рассматриваем, и мы выносим это на производство, то есть, если вдруг мы сразу создаем комиссию, по нашей просьбе, по нашему требованию, они рассматривают каждую партию, если вдруг что-то, то есть, мы возмещаем какие-то потери, вдруг какая-то плесень или еще что-то, где-то влага в момент транспортировки, то есть, мы компенсируем это все, мы очень-очень быстро реагируем на любые посылы, и на любые пожелания в том числе, поэтому всем здоровья, вам, вашим близким, вашим питомцам. Хорошего, хорошего. Я честно как-то вот, ну просто да, есть вещи, которые, ну ты озвучил, многие там подозревают, многие знают, но да, многие вещи так они и есть, просто не всегда это говорят именно, что представители брендов, то есть, с вашей стороны, как говорится, не с нас, потребители, да, могут говорить, но чтобы именно, что сами бренды говорили, некоторые вещи, которые вот за это интервью было озвучено, но это сильно. Что быть хорошего? На прощание. Все будет. На завершение, да, прощение. Я думаю, что в первую очередь, я пожелал бы, наверное, не буду там исключением, пожелал бы в первую очередь, здоровья и благополучия всем подписчикам, и кто смотрит канал, ну и во-вторых, конечно, здоровье вашим питомцам, которых вы любите, которых вы лелеете, и для которых готовы многие на какие-то жертвы, в том числе и финансовые, для того, чтобы ваши питомцы были вам благодарны, хорошо себя чувствовали, хорошо себя выглядели, всегда выглядели, ну и в общем-то, все будет хорошо. Я оптимист, и точно знаю, что все будет хорошо. И вот на этой великолепной ноте, друзья, мы с вами и прощаемся. Любите своих питомцев, держите хвост пистолетом, и пока!